Посмотрите, какой красивый получился. Спасибо вам, отец. Небезбожьего промысла построен пешеходный мост через Клязьму, в том самом месте, где река совершает крутой поворот, говорят местные жители. Амиревский переход открыл кратчайший путь к Знаменскому храму и знаменитому Амиревскому карьеру с чистейшей водой, на котором проводятся соревнования по дайвингу всероссийского масштаба. Подарок отдыхающим и прихожанам на долгие годы сделала строительная компания «Фундаментал». Её руководитель побывал в храме иконы Божьей Матери Знамени в Амиреве. Водушевившись красотами церкви, строители в 25-градусный мороз взялись за работу, чтобы успеть возвести Амиревский переход к Светлой Пасхе. Успели, но окончательно официальное открытие состоялось именно сегодня, накануне Троица. Уникальность в том, что это было открытое русло реки. То есть, ну, зима и открытое русло реки, да, тут глубина небольшая, 2 метра, но... Сложность монтажа. Хотелось бы, да, ну, чтобы люди уже, и крестный ход здесь пошёл уже в Пасху. Проект 50-метрового моста нестандартный. Плод инженерной мысли Артёма Тумаева. Потребовалось основательно провести подготовительные работы. В русле полноводной реки выполнить геологию проблематично. Мостостроителями выбрана оптимальная высота над водой, чтобы можно было установить пантусы для колясочников. Украшает стальные конструкции арка, на которой, по совету священника Олега Атласова, высечена надпись «Амиревский переход». Мы очень долго ждали этого момента, молились, ну, так скажем, лет 5 точно. По сути, мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили старый мост, который соединял в своё время деревню Амирева с деревней Потапова. Ещё до Пасхи, чтобы попасть в Знаменский храм, местным жителям приходилось обходить 2 километра пути. Это около 30 минут. А вот с появлением такого моста дорога вдвое укоротилась. Теперь попасть в храм из Потаповского и Чкаловского можно всего за 15 минут. Через мост рукой подать до озёр – так местные называют затопленные карьеры предприятия рудоуправления, на месте которых в 70-е годы стояла деревня Амирева. Новая переправа отныне – официальный объект на речной карте. В дальнейшем его содержанием будем заниматься уже мы. Также здесь проведена определённая работа по формированию подходных тропинок, дорожек. Будем решать вопрос с асфальтовым покрытием. И наше внимание к этой зоне отдыха, как духовного, так и действительно, не будет ослабевать в дальнейшем. По дорожкам к Амиревскому мосту провели освещение. За лето будут выполнены санитарная пиловка деревьев и покос травы. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...